В эфире телеканал Алаба, информационная программа «Время новостей». В студии Татьяна Щукина. Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. Актив Засовского сельского поселения получил ряд рекомендаций от районных специалистов. Работа коллегии по оценке деятельности органов местного самоуправления продолжается. Школьники о подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия». Восьмиклассники приняли участие в турнире «Шагнувший в бессмертие». Пою мое отечество. Управление по делам молодежи провело муниципальный этап 16-го фестиваля конкурса патриотической песни. Мы продолжаем рассказывать о работе коллегии по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления. Очередное заседание посвятили Засовскому сельскому поселению. Оно по комплексной оценке за 2016 год находится на восьмом месте в районе. Сергей Суховеев рассказал о финансово-экономическом развитии территории и перспективах. Подробности в сюжете Наталья Литвиненко. Послушать отчет главы Засовского поселения об основных итогах экономического и социального развития сельской территории за 2016 год и перспективах развития на 2017 год приехал актив. В работе заседания коллегии приняли участие руководители управления и отделов района администрации, главные специалисты, депутаты совета. Мы приглашаем вас, приглашаем, во-первых, аппарат администрации, депутатский корпус и актив поселения. Те люди, собственно говоря, которые определяют день сегодняшний, день завтрашнего поселения. Те люди, на кого опирается сегодня в своих действиях, в своей работе, это сельская администрация. И ваше мнение, ваше понимание ситуации для нас очень важно, потому что вы являетесь, в свою очередь, не только исполнителями всех задач и проблем, но и проводниками той политики, которую проводит сегодня и районная администрация, и краевая администрация. В своем докладе об итогах развития поселения в 2016-м в первую очередь Сергей Суховеев затронул тему безработицы. На территории трудно найти работу в связи с отсутствием крупных хозяйствующих субъектов. Многие жители на заработки выезжают за пределы Засовской. Специалистами администрации постоянно ведется разъяснительная работа с руководителями хозяйствующих субъектов на территории поселения по легализации заработной платы и предоставлению вакансий в Центр занятости населения. Кроме того, в целях увеличения занятости нашего населения мы работаем и будем работать с каждым и готовы оказывать помощь любому жителю нашего поселения. Для этого уже разработан график сходов граждан в 2017 год в кварталах и населенных пунктах поселения, на которых будет идти речь об альтернативных видах животноводства, садоводства, виноградарства, по тепличным хозяйствам. Уровень среди месячной заработной платы в Засовской составляет почти 19 тысяч рублей. Это пятое место в ранжированной таблице среди 13 поселений. Сотрудникам сельской администрации и районные специалисты рекомендуют чаще собирать межведомственные комиссии, напоминать работодателям о повышении заработной платы. В прошлом году, Сергей Викторович об этом говорил, вы провели 24 межведомственные комиссии, из которых на шести заслушали глав КФХ и предприниматели по вопросу увеличения заработной платы населения. Я хочу сказать, что этого недостаточно. Необходимо на каждом заседании, напоминать работодателям о повышении заработной платы. И ниже, когда мы будем с вами более подробно разбирать доходы, вы поймете, для чего это нужно. Также с целью увеличения рабочих мест поселения необходимо заниматься инвестиционным развитием. Екатерина Спириденкова рекомендует аппарату сельской администрации провести ревизию невостребованных земельных участков и подготовить предложения для дальнейшей работы с целью увеличения привлекательности поселения. Детально на коллегии рассмотрели формирование бюджета поселения. 11 миллионов 870 тысяч рублей составил доход поселения в 2016 году. Из них около 8 миллионов – безвозмездные поступления бюджетов разных уровней. За 2016 год в бюджет сельского поселения поступило 4 миллиона 397 тысяч рублей собственных доходов. Все доходные источники исполнены в полном объеме. Наибольшую долю в структуре собственных доходов занимают доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты – 55%, земельный налог – 28%, налог на доходы физических лиц – 10%. По итогам прошлого года среди поселений Лобинского района Засовска занимает седьмое место по исполнению плановых назначений и седьмое по темпам роста. Районы специалисты считают, что у поселения есть резервы. С целью увеличения собираемости земельного налога и арендной платы необходимо учитывать все земли, имеющиеся на территории поселения, усилить работу совместно с налоговой инспекцией по уплате налогоплательщиками единого сельхозналога. На территории поселения зарегистрировано 20 действующих крестьянско-фермерских хозяйств и пять индивидуальных предпринимателей с правом ведения сельскохозяйственной деятельности, в землепользовании которых находятся более 7 тысяч гектаров земли. Они занимаются производством не только продукции растеневодства, но и животноводства. Но все же самым главным направлением развития поселения остается развитие личных подсобных хозяйств. Жители занимаются картофелеводством, мощеводством, садоводством. Администрация Засовского поселения считает одним из перспективных направлений развития тепличных хозяйств. Общая площадь теплиц на сегодняшний день составляет 1965 квадратных метров. В плане благоустройства за отчетный период в поселение было сделано много работы. По этому вопросу на коллеги уделили много внимания. За отчетный период в 2016 году на благоустройство поселения израсходовано около 1 миллиона 730 тысяч рублей. Из них 1 миллион 408 тысяч средств на ремонт автомобильных дорог. Эти средства использованы на ремонт объездной дороги на кладбищах у Травеселых в гравийном исполнении, а также на погашение кредиторской задолженности по выполнению работ по ремонту улицы Советской и Чапаева. Говорили и о развитии социальной сферы поселения, а также физической культуры и спорта. Проблем еще много, но все они вполне разрешимы, отмечают участники коллегии. Наталья Литвиненко, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба». О героях-молодогвардейцах, о Великой Отечественной войне, об истории страны. Восьмиклассники трех школ сразились в патриотическом турнире. Он состоялся по инициативе четвертой школы, а назвали его «Шагнувшие в бессмертие». Людмила Никонова продолжит. В стенах выставочного зала на стенде книги о комсомольцах. Они посвящены подпольной организации «Молодая гвардия». Комсомольцы-молодогвардейцы, их подвиги и роль в истории и сегодня в центре интересов молодежи. У нас проводится турнир по «Молодой гвардии» на знание истории Великой Отечественной войны. До этого мы участвовали по пионерам-героям. Турнир проводился. Четыре команды из четвертой школы, а именно она уже в третий раз стала инициатором проведения турнира и команды от второй и девятой школ – знатоки истории. Восьмиклассники во время подготовки самостоятельно изучили материалы о подпольной антифашистской организации. Учителя истории проконтролировали достоверность этой информации. Тема войны всегда злободневна, потому что есть такое понятие в истории, как фальсификация истории. И поэтому ребята должны знать то, что было на самом деле. И все попытки наших злопыхателей переписать историю будут не удастся, потому что учителя будут детям рассказывать о истинном положении дел в годы Великой Отечественной войны. Олег Кашевой, Ульяна Громова, Любовь Шевцова, Иван Туркенич и другие молодогвардейцы шагнули в бессмертие. Биографии и подвиги краснодонских подпольщиков изучают лобинские школьники. Такие патриотические турниры – часть большой воспитательной работы, но этот прошел еще и в рамках военно-патриотического месячника. В жюри ветеранов вооруженных сил, педагоги и представителей администрации района. На данных мероприятиях мы пытаемся охватить наибольшее количество молодежи. Привлекаем сюда для участия ветеранов, наиболее знаменитых наших людей лобинского района. Людмила Никонова, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба». В Лобинске состоялся муниципальный этап геройко-патриотического песенного конкурса «Пою моё отечество». В нем приняли участие коллективы и солисты образовательных учреждений лобинского района. О чем поют школьники и студенты узнала Людмила Никонова. Это уже 16-й фестиваль-конкурс геройко-патриотической песни «Пою моё отечество». В муниципальном этапе приняли участие более 25 исполнителей. Это школьники и студенты лобинских СУЗов. Молодёжь приветствовал Игорь Чигаев, заместитель главы района. Сольные номера и выступления ансамблей. Все они посвящены подвигам предков, родной стране и Кубани. Многие песни, которые исполняли конкурсанты о Великой Отечественной войне. Коллектив 28-й школы подготовил литературно-музыкальную композицию из нескольких песен. Вокалисты в гимнастёрках поют под аккомпанемент баяна. Всё соответствует духу 40-х годов. Наша школа, казачья школа 28-я, занимается поднятием этого духа. Те песни, которые мы исполняли сегодня, они все о подвигах наших дедов, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Мы чтим и помним наших дедов. Мы рады были сегодня участвовать. И теми песнями, которые мы сегодня спели, мы защищаем их честь. То, о чём поют на конкурсе лобинские школьники и молодёжь, имеет мощное воздействие. Явный лидер фестиваля – студентка медицинского колледжа Каролина Гоева. Я выбрала эту песню именно потому, что эта песня именно передаёт те чувства, те эмоции. И я, когда её пою, я, когда её репетировала, я именно прочувствовала всё через себя. И хочу передать это всё зрителям. Это патриотическая песня. Это именно вот про дедов, которые воевали, наши деды. Вот. И я хочу передать это вот тем детям, которые сейчас вот растут, чтобы они именно росли вот такими же, которые вот были вот наши вот деды. Вот. Автор этой песни Татьяна Недельская. Она и слова, и песня сама её. Вот. Песня называется «Ты помни». Я надеюсь, что я передала именно те эмоции, которые вот автор создал. Все, кто присутствовали в зале, и вы сами почувствовали, что невозможно спокойно относиться к тем письмам, смыслу тех песен, которые детки поют. Оно задевает как бы самые такие живые струнки в организме. И действительно начинаешь понимать, насколько наша молодёжь чувствует историю, чувствует значимость и патриотизма тех героев, которые проживали на территории района Евкраины. И позиция губернатора Венивановича Кондратьева и руководства нашего района заключается в том, чтобы как можно больше людей, молодых, были задействованы в творчестве, в спорте, в общественно-политической жизни. Тогда тем раньше они состоятся, как специалисты определяют свои направления будущей работы. Часть конкурсных номеров посвящена Кубани, ведь в этом году Краснодарскому краю 80 лет. Народные костюмы и текст подчеркивают колорит. Жюри, наверное, будет сложно подвести итоги, определить лучших из лучших, потому что в нашем конкурсе принимают действительно самые лучшие таланты Лобинского района. Но мы будем учитывать, конечно же, содержание, соответствие тематики, естественно, эмоциональную передачу наших участников. Ну, голосовые данные – это самое главное, конечно. Позади три месяца подготовки, отборочные туры внутри образовательных заведений. В итоге по три победителя в трех номинациях и возрастных группах. Лучший из них представит Лобинский район на краевом этапе фестиваля конкурса «Пою моё Отечество». На этом наша программа подошла к концу. Сразу после рекламы Ирина Берекова расскажет о погоде. А я с вами прощаюсь. До свидания.